так ребята всем привет сегодня мы с вами поговорим о смонт санти он у меня не новый я буквально вчера взял его наверное ну не буду вам врать вчера я взял его заказать вот в таком каком каком блять в такой комплектации как вы видите не вижу смысла брать его с магазина потому что она не самый такой популярный под на самом деле да и особо как бы по сравнению вообще из всех смонтов которые у меня были а у меня был и по сита 1 и по сита 2 и к на и и вот из них из всех я бы наверное лучше все таки взял к на и во первых там хороший бачок во вторых там можно менять аккумулятор 1850 сменный также там присутствует зарядка можно его также заряжать от стороннего ну ладно речь не об этом короче вот взял я его заказали нас в комплекте был дополнительный бачок у нас была рба база со всеми обслуживающими винтиками там отверточкой сейчас покажу все если интересно кому-то вот винтики отверточка переходничок чтобы прожигать сам бачок ну бачок от бачок пакетик тоже не новый и как видите он весь в жиже у них проблема вот с верхней частью снизу все ништяк за это респект ни одной протечки не было заклепка тоже хорошо открывается закрывается тоже насчет нее претензий никаких нету а вот верхняя часть которая снимается вот она если вы один раз его уроните все это считаю все надо новый бачок брать поэтому здесь их два как вы видите так самой коробке у нас тут шнур и там макулатура еще лежит не особо интересного также было в комплекте 3 из парика так я их попробовал попарил 0 6 0 1 и еще по-моему 1 на 0 6 такие вот маханьки вот сам же я его рба база использую намотал получилось у меня 0 5 использовал я 0 5 не хром 6 витков на 2 2 миллиметровой оправе получилось прям ну ништяк ништяк на 17 я парю хотя он ставит пишет что идеально для него будет 18-25 я конечно на 20 парить не буду потому что там пар слишком горячий поэтому на 17 вот что не говорили бы про моно жилу но здесь кстати вот вкусная вкусная но но есть большое но вот он кстати сам смонт этот черный расцветки снизу убитый весь по бокам тоже немного но все работает все работает меня все устраивает вот как видите полностью сухой здесь тоже сухой и бачок так как он новый тут тоже соответственно сухой классная регулировка затяжки сбоку вот ну и как обещал сейчас я вам покажу и рыба базу вот мизинец для сравнения вот она сами понимаете суть трагедии сейчас мы ее откроем и посмотрим что там у нас ну и вот соответственно вот сам поле смотрю видно вам не видно ну вот собственно вот такой вот маленький винтики там вообще ни о чем они пластилиновые самая наверное убогая база из всех смонтов ну напаси то тоже как бы там свои заморочки с установкой койла но там хотя бы блин она более-менее еще по сравнению с этой напаси ты это прям сказка я вам скажу зафоршмачил вот присутствует нам зарядка тайп си быстрое сколько вот он где он зарядка поставил буквально часок и он зарядился это определенно плюс потом какой еще в нем есть плюсы не знаю кому то нравится что кнопка сбоку экран здесь глянцевый быстро царапается портится чего я могу сказать напоследок не знаю смотрела кучу обзоров ребята и скажу вам честно но не стоит его брать хоть он маленький да эргономичный такой удобный все равно не советую я вам его брать вот лучше взять например тот же аегис буст с рыба базы там во первых удобней ставить во вторых во вторых он как бы по прикольней смотрится в руке удобно лежит нет же я не знаю что за линейка такая вот чего вам еще рассказать такого интересного не знаю вот а я почему то не могу соль парить на нем да не только на нем на любом вейпе только парю короче никотин и все сразу резко башка начинает болеть сразу резко рвотный рефлекс не мое короче это но вот завтра получается считай задушку его заберут и вот кстати вам лайфхак как получать бесплатно жижи покупайте вейпы вместе с жижами партий а продавайте уже без жиж можно даже дороже продать в принципе чуть-чуть там где-то подкрасить подшаманить койла мотать и все мониторте смотрите ищите объявления подешевле покупаете продавайте подороже с двух с одного вы можете купить два с двух четыре и так далее вот так же вот такую штуку откопал закромат егошка на дрипке в следующих видео я вам покажу как ее можно обслужить намотать и что наматывать чтобы она парила не фонтан но парит вот а сам я хожу вот с таким маленьким модом тесла называется офигенный и вот такие маленькие я вам советую чем брать вот такие вот поды ну как бы нормально вкус нормальная пара нулевка трешка вообще почти не чувствуется трешка вот кому не лень подпишитесь поставьте лайк если нравится такая рубрика рубрика напишите в комментарии что он больше нравится обзоры ремонты распаковки какие комментарии больше наберут лайков то кто и будем больше снимать всем удачи всем пока